Всем привет! С вами Виктория Юшкевич, ваш личный психолог. И сегодня вы узнаете, насколько хороши ваши личные границы. Есть ли в них дыры, через которые другие люди свободно могут проникать и садиться к вам на шею. Или, может быть, вы тот, кто и сам частенько путает берега. И хочу, чтобы вы понимали, что любые, знаете, вот эти хитрые секреты общения и тайные законы отношений, все это следствие одного главного – наличия хороших личных границ. Потому что хорошие границы гарантируют вам любовь и уважение других людей. И что самое главное, они гарантируют наличие огромного количества энергии внутри вас на реализацию себя. Энергии, которая не будет вытекать через дыры в границах, если ваши границы хорошие. Ваша значимость для любого человека всегда будет расти, если вы будете общаться с ним в границах. И всегда, когда ко мне приходят клиенты с запросом, скажем, вернуть любовь или повысить свою значимость для любимого, мы всегда начинаем с работы и с укрепления личных границ. И прежде чем я назову вам 10 признаков хороших границ, я также хочу вам порекомендовать несколько книг по этой теме, чтобы вы смогли продолжить самостоятельно изучать ее, если, собственно, заинтересуетесь этой темой. Итак, все книги, которые я вам порекомендую, вы сможете найти буквально у себя в мобильном телефоне в приложении Storytel. Storytel – это сервис аудиокниг по подписке, аудиокниги – это наше все. Можно готовить и слушать книгу, заниматься в зале и слушать книгу. Пользователям Storytel не приходится выбирать, они могут слушать книгу в любой удобной и неудобной ситуации. Библиотека Storytel насчитывает 115 тысяч аудиокниг в отличном качестве. Здесь можно слушать книги без интернета, устанавливать таймер сна, переключаться между устройствами и даже, для меня это вообще супер тема, оставлять заметки. Это самый удобный и самый крупный сервис аудиокниг. Попробуйте сами бесплатно в течение 14 дней и начните с тех книг, которые я вам сегодня подготовила по теме личных границ. Первая книга так и называется – личные границы. Также рекомендую книги Михаила Литвака, вообще любые, но вот в частности вот эту и также психологическое айкидо. Ну а родителям рекомендую послушать книгу французского психолога, сторонницы учебной системы Монте-Сори. Но у кого совсем мало времени, послушайте лекцию нашего русского детского и семейного психолога Катерины Мурашовой. Потому что наши границы в первую очередь, конечно же, формируются в детстве нашими родителями. И в зависимости от того, будет ли мама как первый представитель внешнего мира, или вторгаться в границы ребенка, или, напротив, укреплять их, и зависит дальнейшее взаимодействие с миром. И потом уже, когда человек вырастает, да, и если вот вас, как и меня в детстве, учили быть очень послушной, правильной, доброй, то в тот момент, когда вашей девушке, или вашему мужчине, или даже просто вашему соседу вдруг что-то понадобится от вас, то ваши границы будут преодолеваться достаточно легко, и, к сожалению, не всегда с учетом ваших интересов. Но ничего, мы прямо сейчас постараемся это исправить. И вот вам для начала 10 признаков или характеристик, которые помогут вам сделать ваши границы лучше. Человек с хорошими границами никогда не давит и ничего не тянет из других. Он от других берет только то, что те сами расположены искренне ему дать. Не потому, что на них, знаете, надавили, намекнули, может быть, или просили. Нет, а вот то, что именно другие спонтанно захотели сами предоставить. Если мы берем девушку с хорошими границами, и если такая девушка вдруг заметит, что, скажем, ее молодого человека вдруг или не вдруг, но как-то редко назначает ей встречи, мало пишет и вообще постоянно занят чем-то, чем угодно, не знаю, работой, но только не ею, то такая девушка достаточно быстро смекнет, что просто интерес к ней стал малый или всегда таким и был. И поэтому она молча заберет свое внимание от его персоны и направит это внимание на что-то другое в своей жизни, что-то более полезное. В то время, как девушка с плохими границами, она, конечно же, начнет ныть, что ей мало внимания, ты мне так мало звонишь, как бы мне хотелось это и того. И, короче, она всячески начнет вытягивать динамику сближения, которой ей так не хватает. И если вы, как эта девушка с плохими границами, думаете, что с помощью давления вы можете добиться каких-то перемен внутри человека, то это значит, что этого человека вы воспринимаете просто как предмет, как неодушевленный объект, а себя, собственно, его хозяином. И вы вообще чувствуете, да, в этой ситуации, куда вы смещаете свои границы, насколько они вообще далеко уплывают от вас. Конечно же, это просто слияние. Это, на самом деле, полная потеря собственных границ, когда вы пытаетесь рассматривать второго как, не знаю, подчиненную часть себе, как свой какой-то внутренний орган, на который вы якобы можете влиять. То есть вы не согласны учитывать, принимать его истинные намерения, желания, устремления. Нет, вы хотите их подчинить себе. Вот вам кажется, вы сейчас поноете жалобно или наорете на него, или какую угрозу ему, может быть, кинете, или попросите, может быть, даже. И вот он действительно искренне внутри переменит к вам свое отношение. Да нет, конечно. Вы должны понимать, дорогие мои, что от любого типа давления вот этот поток спонтанного желания к вам что-либо делать, дарить вам что-то или говорить какие-то определенные слова вам, да, вот этот поток спонтанного желания, он будет от давления только уменьшаться. А вот какие типы давления бывают и как они снижают вашу значимость, если хотите, об этом мы с вами поговорим в отдельном выпуске. Я подробно вам расскажу, как все это происходит, механику всего этого волшебства, да, расскажу, почему даже намекать и просить, тем более, там, подарки никогда не стоит. Как это снижает вашу значимость? Постепенно, постепенно, да, потом девушки просыпаются вдруг и понимают, что что-то не так, да. Вот, но это не тема этого выпуска. Если хотите такой выпуск, то обязательно напишите в комментариях. Но у нас прямо сейчас с вами следующий признак человека с хорошими границами. И такой человек умеет вежливо отказывать. В современном мире многим людям кажется, что самое главное сегодня это, конечно же, уметь говорить «нет» и вообще ставить других людей на место. И если вы как раз считаете, что вы тот человек, который не умеет отказывать и дает другим людям пользоваться собой, то ваша проблема не в том, что вы слишком добрый, а в том, что вы зависимы и слабы. Потому что, ну, согласитесь, да, что доброта – это все-таки сила, а сила не может быть обременительной ни в коем разе. Поэтому, пожалуйста, не надо питать иллюзией, что вы просто слишком добрые и другие пользуются этим. Да нет же, вы просто слабы и зависимы. И вам кажется, что вы соглашаетесь из чувства жалости, а на самом деле вы сами в чем-то нуждаетесь и поэтому угождаете. Поэтому, раз вы ставите для себя цель научиться говорить «нет», то учитесь, пожалуйста, отказывать вежливо. Жесткий отказ может быть в ответ только на оскорбительное предложение. И если вас оскорбил чужой вам человек, то лучший ваш ответ – это игнор. А что же касается нормальных предложений, но просто действительно ненужных вам, то здесь ваш отказ должен быть вежливым. Особенно это касается близких ваших. Здесь, наоборот, одного отказа вежливого будет недостаточно. Нужно будет еще постараться объяснить, почему вы отказываетесь. И в этом случае не надо думать, что вы себя теряете. Ну и соглашаться, конечно, на то, что вы не хотите делать, тоже ни в коем случае нельзя. Помните, что это происходит не потому, что вы добрый, не потому, что вы такой прям сильный. Наоборот, помните, что это ваша слабость, и вы в силах ее превозмочь. Скромность, на самом деле, это привычка строго держаться в собственных границах, никак не посягая на чужую территорию ни действиями, ни даже в мыслях. И скромность, вы должны понимать, это никакая неробость и незастенчивость. Это совершенно разные вещи, не путайте их. Скромность, это когда ты понимаешь, что ты не важнее других, да, ну и другие не важнее тебя. Ты просто осознаешь, что в центре мира других людей находятся они сами и их потребности, поэтому нет никакого смысла грузить кого-то собой. А вот не скромные люди, им кажется, что они по умолчанию всем интересны и для всех важны, что они вот как будто бы в центре мира каждого человека. Скромный человек – это настоящий магнит. Вот вспоминайте сами, как цепляют люди, которые не только не хвастаются, но иногда даже просто не озвучивают какие-то свои статусы или какие-то умения, а все это выясняется просто в процессе какой-то общей деятельности. Ну вот, например, скажем, есть человек, который прекрасно умеет управлять вертолетом, и это обнаружилось только когда вот непосредственно понадобилось лететь, а до этого он просто об этом не рассказывал. Или, скажем, человек, у которого есть какая-нибудь научная степень, но выясняется это опять же в ходе какого-то общего дела, да, до этого человек не считал нужным вообще описывать себя с лучшей стороны на словах. Он, так сказать, предоставил вам возможность самому оценить себя, да, и увидеть себя вот в этом качестве, да и то, только если это когда-либо будет актуальным. И вот, конечно, такие сюрпризы, они способны сделать человека в ваших глазах ну просто грандиозным. Люди же, которые постоянно хвастаются и хвалятся у окружающих, вызывают только досаду и жалость. И вообще запомните, что всегда, когда кто-то хочет похвастаться перед другими, он тем самым обнаруживает в себе, ну, так называемый комплекс лимиты. Потому что хвастаться хочется только тогда, когда кажется, что вот это что-то незаметное для окружающих. А вот если они заметят, то вот как будто бы твой статус вырастет от этого. Ну да ладно. У нас следующее качество – человека с хорошими границами. Человек с хорошими границами не оправдывается по делу и без. Люди, которые все время оправдываются, кажутся нам несчастными жертвами, неуверенными в себе. Но, будьте удивлены, на самом деле никакие это не жертвы, а самые настоящие агрессоры. Все, кто постоянно оправдывается, просто не могут допустить, что вообще-то другой человек, он сам по себе и может думать о нем все, что угодно. Но нет. Оправдашкам обязательно нужно все объяснить, чтобы о них думали именно так, как надо им. По сути, что делают оправдашки? Они как будто бы пытаются все время проникнуть к вам в голову, залезть туда буквально, да, и поменять там ваше мнение о себе на более хорошее, так скажем. Но для того, чтобы изменить мнение других людей о вас в лучшую сторону, вам просто нужно оставить их головы в покое, прекратить там сверлить дыры в надежде как-то поправить мнение о вас, да, или направить их мысли в нужное вам русло. Пусть думают, что хотят, да это их право. Ты вообще, вы понимаете, да, что людям есть чем заняться, собственные проблемы их интересуют больше. Но даже если вокруг вас действительно много реальных сплетен, всяких версий и обсуждений, чем меньше будет ваших комментариев, тем лучше. Человек с хорошими границами не назидает и не получает. Человек с хорошими границами никогда не навязывает другим свои оценки, свои советы и тем более аннотации. Нет, вы, конечно, можете высказать свою точку зрения, но если второй человек не согласен, то вы должны замолчать. Вы не обязаны тоже соглашаться, но вы должны понимать, что снова и снова повторяя свое мнение, вы на самом деле навязываете его. Согласитесь, что никто так не раздражает, как люди, которые как будто бы сверху всех получают без какого-либо на то запроса. И, кстати, чем хуже у человека границы, тем сложнее ему выявить в себе этот косяк. Потому что, ну, кажется, что ты вроде бы никого и не собирался учить, ты просто высказал свое мнение, вежливо высказал и аргументированно. Но проблема в том, что к единому мнению стремятся только люди с плохими границами. Это именно они все время хотят вам все объяснить, чтобы вы не обиделись, чтобы вы обязательно поняли, ну, чтобы, то есть, согласились. А если вы не согласны все еще, то это значит, что вы просто еще не поняли. И значит, вам надо еще раз хорошенько все объяснить. И такие люди, они даже не понимают, что таким образом они прессуют границы других людей. А ведь их даже не спрашивали, что они думают вообще. Человек с хорошими границами заботится, но не опекает. Забота и опека – это не одно и то же. Забота – это когда вы думаете о потребностях своего партнера, но допускаете, что они могут не совпадать с вашими. А опека – это когда вам лучше, так сказать, понятно и виднее, что хорошо для вашего партнера. То есть, в этой истории существует как бы другой, он как будто бы какой-то никчемный, неспособный, а вы сами решите, что ему полезнее. И вы должны понимать, что люди с хорошими границами никогда не будут опекать своего партнера. Заботиться – да, опекать – нет. И вообще опека, она всегда в нашем партнере будет вызывать, ну, в буквальном смысле, бунт. Такой вот подростковый протест. Поэтому, пожалуйста, чаще спрашивайте своих партнеров, чего ты хочешь. И даже если вы уверены, что в данной ситуации вам лучше знать, все равно не решайте за другого. Объясняется понятно. Нужно очень хорошо понимать, что любое общение – это не аутичный монолог, что это не мысли вслух, а это, естественно, диалог, который предполагает, что вы что-то доносите до второго человека. И если вы доносите это сумбурно, путанно, небрежно, слишком быстро, или, не знаю, используете много мата, ну, в общем, делаете это так, что второго это раздражает, значит, вы общаетесь плохо. А плохо – это мимо границ. Хорошая граница – это когда вы умеете общаться так, чтобы ваш собеседник получал удовольствие. И особенно сегодня это актуально для общения в сети. Если вы отправляете кому-то сообщение, пожалуйста, прежде чем его отправить, убедитесь, что то, что получит человек, ему будет вообще комфортно читать, он поймет, что вы написали. Потому что многие так торопятся, что вот особенно эти Т9, которые существуют в телефонах, там слова не пойми, во что превращаются, некоторые сливаются в одно, и просто тогда сидишь и не понимаешь, что же хотели тебе написать. И еще, если вы хотите донести какую-то мысль до человека, то не стоит разбивать ее на 20 сообщений, отправляя по одному слову. Человек с хорошими границами говорит о том, что интересует собеседника. Вы можете говорить либо о том, что важно вашему собеседнику, либо о том, что в равной степени важно и интересно вам обоим. Вы не должны говорить только о том, что интересно исключительно вам. Вы не должны использовать других людей. И вот эти вот, знаете, лить воду, толочь воду в ступе, переливать из пустого в порожнее, вот это все про общение вне границ. Не искажает смысл сказанного другим. Даже в моем блоге некоторые люди умудряются мне писать о том, как я в чем-то там была неправа в своем видео. Но обычно, что самое обидное, это какая-то чушь с полностью искаженным смыслом. Вот точно так же многие люди часто специально передергивают слова своего собеседника. И получается, что такому человеку не скажи, он все равно все переврет. И тогда какой смысл с ним вообще общаться? Поэтому, пожалуйста, цитируйте всегда точно, дословно, и никогда не вырывайте из контекста. Даже малейшее передергивание чужих слов – это всегда выход из границ. Оставляет последнее слово за другими. Люди с плохими границами всегда пытаются оставить последнее слово за собой. Именно поэтому они такие липучки. Потому что они буквально готовы бежать следом, только бы оставить последнее слово за собой. А на самом деле для превосходства лучше и выгоднее всегда оставлять последнее слово за другим. Люди с хорошими границами ведут себя как джентльмены. И они всегда стараются второго пропустить вперед. Короче, человек с границами – это существо самодостаточное, не нуждающийся никогда в чужом одобрении или поддержке. человека, который прочно стоит на собственных ногах и при этом еще испытывает искренний живой интерес к другим людям и уважение к ним. Для него другие люди – это цель, а не средство. То есть он интересуется другими людьми как отдельным субъектом природы, а не как каким-то предметом, при помощи которых можно удовлетворять какие-то свои, не знаю, потребности в поддержании самооценки, скажем. Короче, вот эти 10 признаков. Конечно, это не все признаки, которые будут свидетельствовать о хороших личных границах. Их гораздо больше. Но в любом случае вы можете по процентам примерно уже из этого объема понять, насколько все-таки ваши границы хороши. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кстати, вот ваш результат. Если там, скажем, 8 из 10 пунктов совпало, то значит на 80% ваши границы, скорее всего, действительно прочны будут и по другим пунктам, если мы продолжим эту тему. Если там, скажем, всего 2 пункта у вас, то 20%. И, соответственно, нужно вам работать над своими личными границами. Как вы поняли, тема личных границ – это очень обширная тема. Я прям вот так очень по-простому вам попыталась преподнести ее в первый раз на своем канале. И если эта тема вам понравилась, если вы хотите продолжения, то также обязательно напишите в комментариях, что вам это надо. Ну и, конечно же, если это видео вам понравилось, то я жду от вас лайки. Также не забывайте, что в описании под этим видео я вам оставила несколько книг в продолжении этой темы, кто заинтересуется. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И не только нажимайте на колокольчик, но и включите, пожалуйста, у себя все уведомления в приложениях, на телефоне и всюду. Потому что недостаточно просто нажать на колокольчик. Надо, чтобы все эти пуш-уведомления были у вас включены. Иначе уведомления к вам так и не придет о том, что на канале вышло новое видео. Ну и, конечно же, я с вами на этом прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok